Сегодня мы поговорим о том, как Асти открыть свой скрытый потенциал. Почему Табата может в который раз водить нас за нос с прошлым Суке Хиро и его сестры. И кто на самом деле является убийцей клана Ями. Здарова ребятки и анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. В 347 главе с помощью демонической звериной магии открылись давно забытые воспоминания Ичики. Которые раскрывают прошлое совершенно с другой стороны. Так что если вы не смотрели данный разбор главы, тогда советую глянуть этот ролик. В глубинке забытых воспоминаний показали нам некую они таблетку. Которая способна высвободить весь скрытый демонический потенциал принявшего его человека из клана Ями. Так вот, эти таблетки или же рецепт их изготовления явно где-то должны сохраниться. Пускай это была даже секретная информация, передаваемая из поколения в поколение главой клана. Но Рю был там, был свидетелем всего, что произошло в тот момент. И наверняка Ями, который остался в живых, мог рассказать подробности этой кровавой резни. А из этого и всплыла бы информация об они таблетке. Да и к тому же, семейству Рю принадлежала провинция, в которой располагался клан Киджина. Так что у него было много привилегий, чтобы узнать подробности происшествия, произошедшего на его земле. Скорее всего, данная они таблетка или же ее рецепт хранится под присмотром Рюда. И тогда спрашивается, зачем нужна эта тренировка, техника, ЗТН и все прочее. Если есть препарат, который способен высвободить скрытый демонический потенциал главного героя. Конечно же, тренировки все-таки важны, и тогда я слишком загнул. Ведь тут Аста развивает собственную силу, а они таблетка это как временное читерское решение, которое все-таки способно подействовать на Асту. Ранее говорилось, что этот препарат использовался только среди людей клана Ями. И это не просто так. Ведь воины этого клана звались Киджинами, что дословно переводится как Люди Демоны. А это еще также подталкивает нас к происхождению их силы, но об этом поподробнее мы поговорим далее в ролике. Мы уже неоднократно говорили о происхождении Асты и Либи. Повторяться я не хочу, ибо если ты мой постоянный зритель, тогда ты понимаешь, о чем я говорю. А новеньким советую после просмотра глянуть эти ролики, ибо я не отрицаю вероятности, что будет еще много случаев, когда я буду ссылаться на эти видео. И если опираться на эту информацию, тогда Аста действительно сумеет получить эффект этой таблетки. И даже если все-таки окажется, что для него она будет бесполезной, то уж для Либи это будет далеко не бесполезный лут. А его повышение силы непосредственно может повлиять на силу самого главного героя. И вы только представьте, какой будет невероятный эффект. Судя из воспоминаний, мощь будет просто взрывная. С пробудившуюся антимагией, Аста сможет доставить таких проблем Люциуса, что ему и не снилось. Тут даже физой не отделаешься, поскольку соприкосновение с таким огромным количеством антимагии приведет к полной неспособности контролю собственной магии Люциуса. Это хорошо можно было увидеть на примере приспешников Темной Триады и даже на первом Короле Мага в Люмьере, который некоторое время просто не мог использовать свою магию. А тогда Астерикс был еще совсем далек от своего нынешнего состояния. Эта унитаблетка может использоваться в качестве крайней меры, которая в случае ужасного положения дел может перевернуть исход битвы. Теперь же поговорим о том, кто же является истинной убийцей и истребителем клана Ями. В первый раз Табата ловко нас обманул, показывая Кэпа, включая уничтожителя собственного семейства. Тогда еще у народа это вызвало куча споров на эту тему, ведь многие не верили в то, что такой персонаж пойдет на подобное. Хотя тогда воспоминания Ичики были четкими и ясными. С приходом паладинов нам открылся доступ к скрытым воспоминаниям сестры Ями, где выяснилось, что именно благодаря непосредственному омерзительному поступку ее отца, Ичика и стала тем, кто уничтожил весь клан. Но что если я вам скажу, что это не так? Что если Табата снова недорассказал историю? Но если сложить первые и вторые воспоминания воедино, мы можем наконец узнать, кто же был настоящим убийцей. Сейчас я все подробно объясню. В разборе главы, когда я объяснял, почему Ичика забыла столь ужасное прошлое, первое, что пришло мне в голову, что это была диссоциативная амнезия. Проще говоря, ее воспоминания были скрыты из-за сильного стресса и шокового состояния. Но обычно, с течением времени, воспоминания возвращаются. Период излечения составляет от нескольких дней до нескольких лет. Последнее же проявляется очень редко. Случай Ичики действительно похож на диссоциативную амнезию, но увиденные ей воспоминания были настолько странными и оборванными, что даже она задавалась вопросом, чьи они были на самом деле. Да и к тому же, не забываем, что все эти видения произошли благодаря звериной магии Паладина. Все говорит о том, что Ичика не просто раскрыла свой демонический потенциал, а вполне вероятно, что высвобожденная сила позволила настроить видимую нить, с помощью которой ее тело было захвачено демоном. И не Абекем, а Люцифугусом, Дьяволом Тьмы, как его еще называют в демонологии. Уже неоднократно обсуждалось, что некоторые магии в мире людей могли пойти из преисподней. Отличным примером является Мегикула с магией проклятий, где в некоторых главах прям прямым текстом сказано, что все проклятия происходят от этого дьявола. Были также исследования Дамнатио, который искал магию времени среди людей. А ведь она на самом деле принадлежит Астароту. Да и к тому же, у меня был отдельный ролик, где мы говорили о связи Ями и Люцифугуса. Мы видели, как он применял свою силу на семье Фаустов, частицы которой были в точь-точь, как показанная магией Тьмы Ями. К тому же, у этой магии есть свойство поглощать магию других, что непосредственно было показано в этой главе. Сама магия Тьмы уже не раз обсуждалась с персонажами в манге. Моррис говорит, что эта магия создана для того, чтобы сеять хаос и разрушение. Она способна воздействовать на другие миры. Собственно, для этого Кэп и нужен был в ритуале Древа Клипот. Лайер, эльф, который способен копировать вражескую магию, подметил, что у капитана был очень странный гримуар. Уверен, что это касалось не только самого гримуара, но и магии, к которой он принадлежит. Ведь Лайер копирует именно магию. Так что магия Тьмы и вправду может иметь свое начало в преисподней. А ее прародителем был Люцифугус. Клан Ями славился своими сильными воинами, которые имели прозвище Киджины, люди-демоны. Что в который раз связывает их магию с преисподней. Даже та они-таблетка имеет приставку Они, что означает демон. Чередеи в свою очередь способны использовать магию по-разному. Магию поддержки, связующую, лечения или же боевую магию. Таким как раз был Сукихира. Иичика же в свою очередь не подавала совершенно никаких признаков таланта. Того, чего так желал их отец, чтобы возродить былую мощь и славу их клана. Но в итоге Они, таблетка раскрыла ее истинный потенциал. Да настолько, что этого хватило, чтобы уничтожить весь клан. Тут же для уточнения и понимания информации стоит упомянуть одержимых. Так же, как и магии, одержимые бывают талантливыми или нет. Такими можно назвать Нахта, имеющего в своем распоряжении четырех дьяволов. А также способного войти в ассимиляцию одновременно с двумя дьяволами. Темная Триада тоже представляет собой талантливых одержимых. Ведь именно они были способны стать сосудом для верховных дьяволов. И тут дело было даже не в том, что дьяволы не захотят связываться с людьми, а в том, что Триада смогла заключить контракт с верховными дьяволами, которые расположены в очень глубоких уровнях преисподней. И пока с каждым открытием врат в преисподнюю их сила постепенно возрастала, некоторые были не способны стать сосудом даже для малой части силы дьявола. Сам Люциус отмечал, что он и Зенон обладали определенным талантом в одержимости. То есть из этого выходит, что в мире людей есть те, кто способен настроить и поддерживать связь с дьяволом, расположенного очень глубоко по строению Древа Клипот. И Ичика как раз и может являться из этого типа людей. Изначально она не представляла собой ничего выдающегося, но раскрыв свой демонический потенциал, связь с Носителя Магии Тьмы и Дьявола Прародителя стала настолько сильной, что это позволило Люцифугусу завладеть ее телом и проявиться в этом мире. После чего и последовало истребление клана Ями, который использовал его силу. Но вы не задавались вопросом, почему были убиты все, кроме Ями? Этот факт тоже говорит нам о том, что тем, кто завладел телом Мичики, был Люцифугус. Ведь эта девочка получила эту силу благодаря таблетке и на время, а значит долго он оставаться в ее теле не смог бы. Для этого ему и понадобился Ями, в которого он либо вселился, либо заключил контракт с условием, что он оставит нетронутой эту девчонку. Второе очень вероятно, поскольку именно поэтому у Ями могло появиться дьявольское сердце. И не забываем первое воспоминание Ичики, где она видит Цукихира на фоне кучи мертвых тел. Тогда взгляд Кэпа был как будто совершенно не его. Да и в ту же очередь, постает вопрос, почему Ичика очнулась именно в этот момент? Как будто ее телом перестали манипулировать. Чего же этим добивался Люцифуг? А тут вы и сами сможете ответить на этот вопрос. Ведь неспроста Ями покинул собственную страну и очутился на другом материке в королевстве Клевер, о котором он даже и не слышал. Этим даже можно объяснить, почему Цукихира не помнил, как именно он оказался в другой точке планеты. Ведь его воспоминания были тогда точно такими же, как и Уичики, обрывистыми. Ну а в Клевере тогда уже зарождался план по воссозданию Древа Клипот. В этой формулировке все очень хорошо сходится и закрывает недостающую нам информацию. Ичика принимает унитаблетку, Люцифугус использует эту возможность и истребляет клан, который юзает его магию, заключает контракт или переселяется в Ями, отправляется в королевство Клевер и теряет над ним контроль, поскольку время его пребывания и связь с этим телом окончательно истощилось. А в Клевере в свою очередь затевалась движуха, которая предзнаменует их освобождение из преисподней. Да и согласитесь, если бы все не было настолько сложно, тогда стал бы Табата показывать нам флэшбеки такими обрывками и не в правильной последовательности. Ибо все эти воспоминания оказываются правдивыми, просто с дальнейшим открытием информации, ведь на эту ситуацию становится совершенно другим. Изначально нам сказали, что Ями убийца, хотя тогда его взгляд был совершенно не его. Потом убийцей оказалась Ичика, поскольку приняла они таблетку. А потом, Вангую, записывайте мои слова, выяснится информация, что за всем этим стоит дьявол Люцифугус. Ибо если бы это было не так, тогда стал бы Рюда говорить, что эта правда оказалась слишком сурова, чтобы ее освещать общественности. Ведь если бы все было просто, тогда они могли просто признаться в том, что клан уничтожен благодаря неудавшемуся эксперименту главы клана Ями. И для этого Сукихиро не пришлось даже покидать собственную страну, ведь причин для этого просто нет. Даже если бы он взял вину на себя, чтобы не подвергать опасности свою сестру. Воспоминания, которые мы имеем на руках, стоит воспринимать следующим образом. Первое, это идея главы клана и принятие Ичикой Они таблетки, после чего следовало буйство Люцифугуса. Второе, Ями на фоне врат Тори. Заметю, что здесь он смотрит на нас совершенно другим взглядом. И при этом он спокойно стоит на своих двоих, хотя до этого он кортился от боли и не мог даже встать после сражения с тем, кто овладел телом сестры. Данный ролик я хотел выпустить еще на прошлых выходных, но тогда был Новый Год. Нужно было к родным в гости идти, так что пришлось просто записать эту идею на диктофон. И кстати, спасибо тебе прошлой Я, что сделал все именно таким образом. Ибо так я не просто теперь вспомнил суть идеи, но и смог вернуться в тот же азарт, что и в пятницу вечером. А на этом ролик подходит к концу. Пишите свои мысли по поводу этого ролика, выскажите свое мнение, что вам понравилось, а что не понравилось. И несколько комментариев попадут в следующие роли. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будут лучшей благодарностью. А также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходит уведомление. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok